Повышение иностранной валюты и новые возможности курорта привели к его максимальной загрузке, говорят участники встречи. Так многие россияне не поехали этой зимой за границу, решили отдохнуть в Сочи. Покататься на лыжах, сноуборде, полюбоваться сутропическими красотами, подышать морским воздухом. Но это в праздники, а потом, чтобы избежать мертвого сезона, надо работать турагентством. Экономический кризис может переориентировать курортников на внутренний рынок. Мы должны сейчас этот момент использовать, поменять свою стратегию и тактику, поработать вместе с туроператорами, для того, чтобы предложить нашему туристу качественный и доступный отдых внутри страны. Участники встречи, а это директора сети турагентств «Астоном» из Москвы, поинтересовались у мэра реализацией полетной программы. Как известно, сейчас к нам летят из Норильска, Минска, Уфы, Казани, Омска, Самары, Челябинска. Программы выполняются рейсы из 16 российских городов. В январе 2015 года к этому списку добавится еще 20 городов. Сейчас идут переговоры о запуске чартерных рейсов из Ирана и Китая для иностранных туристов. Я просто уверен в том, что сезон 2015 года будет даже лучше сезона 2014 года. Я думаю, что мы действительно круглый год будем максимально заполнять наши объекты размещения. Потому что сегодня, по большому счету, наш курорт Сочи, как горно-климатический, так и пляжный сегодня, действительно очень серьезно имеет преимущество перед другими курортами не только России, но и в целом, скажем, и Европы, и Турции. Возможности города уже были представлены в рамках профессиональных форумов Белоруссии и Китая. Продолжится презентация курорта Сочи в следующем году в 15 регионах России. А также предусмотрено участие в профессиональных турвыставках как в Москве, так и в Берлине. Елена Овсецна, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.